Ротация во власти на местах, новые послы и глава Белформации. Таковы итоги кадровой пятницы у президента. Так обновился пул наших представителей за рубежом. Чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Иране Александр Лукашенко назначил Дмитрия Кольцова. Глава белорусской дипмиссии в Монголии отныне Дмитрий Горелик. Представлять интересы страны на Кубе будет Валерий Барановский. Я просто публично хочу вас предупредить, что вы люди, грамотные люди, опытные люди, люди с мозгами. Вы вправе иметь и имеете свою точку зрения, свое мнение. Но вы знаете, куда вы идете. Вы представляете страну и президента туда, куда вас сегодня президент направит. Поэтому я так полагаю, что ту политику, которую осуществляет руководство страны, вы безоговорочно поддерживаете. Если нет или изменилось мнение, надо пройти тихо, спокойно, без помпы сказать, что я не могу, чтобы предательства не было. Я об этом говорю, потому что были у нас послы, вы это хорошо знаете, которые поступали соответствующим образом. Пусть это единичные случаи, но это неприемлемо. Вы люди больше, чем военные. Потому что военные, они при погонах, как и вы, но в основном здесь, в стране. А вы на чужбину едете. И глядя на вас, люди будут там на месте, в Монголии, в Иране или на Кубе делать выводы о нашей стране. Будьте достойны страны, прежде всего, и белорусского народа. Постарайтесь сделать так, чтобы потом и вам не было стыдно и больно за эти прожитые годы. Обновление местной вертикали затронуло Барановичский, Мостовский, Горецкий и Кировский районы. Новый первый зампред в Брестском обл. исполкоме, также главы Пинска и Витебска. Работа в районах – это прежде всего работа с людьми. Александр Лукашенко требует не оставлять без внимания проблемы жителей и не рубить с плеча, если речь идет о подборе кадров. Ставка на профессионалов и преданных стране людей. Отдельно прозвучало о сельском хозяйстве. В первую очередь усилия местных руководителей должны быть направлены на отстающие хозяйства. Если есть 3-4 таких в районе, им помощь и поддержка. Но и внимание на исполнительскую дисциплину ее никто не отменяет. Вы в основном будете работать в сельскохозяйственных районах, основой которой является сельское хозяйство. Поэтому обратите на это самое серьезное внимание и прежде всего на исполнительскую дисциплину. Мы научились сеять, убирать, растить. А вот дисциплина порой губит все. Не будет дисциплины – толку не будет. Не надо сегодня енчить, кричать и стонать, и рыдать. Ах, рынок все отрегулирует. Ничего не отрегулировал за четверть века. Ничего, я внимательно за этим наблюдаю. Поэтому нужна дисциплина. У нас нет шальных денег. У нас, когда мы спим, труба не работает. Ни нефтяная, ни газовая. Деньги не капают на счета. Нам надо своими руками все делать. Поэтому можно было где-то махнуть рукой, плюнуть на что-то. А, рынок вытянет. Если бы рядом лежал огромный мешок денег, шальных денег. Цены на нефть поднялись два раза. Два раза больше денег. На природный газ следом за нефтью потянулись цены. Деньги есть. У нас этого нет. Поэтому человеческий фактор. А в этом человеческом факторе – главная дисциплина. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Еще одно заметное решение. Согласован гендиректор предприятия Белфармации. На этой должности будет работать Сергей Литыш. Навести порядок в этой сфере и держать на контроле вопросы ценообразования на лекарства поручения президента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова